Губернатор онлайн. Виртуальные обращения главе региона на Кубани набирают популярность. Какие темы обсудили на первом приеме граждан, попросивших помощи в соцсетях. Волонтеры на колесах доехали до мэрии. Владельцы внедорожников предлагают городу безвозмездную помощь при чрезвычайных ситуациях и текущих проблемах. Рисовый рекорд. На Кубани побили объемы прошлогоднего урожая белого золота. В планах на будущий год. Миллионная отметка. Краснодар заступил на военно-морскую службу. Командиру одноименной субмарины вручили андреевский флаг. Здравствуйте. В эфире программа «Город итоги». В студии Агла Ильинова предлагаю узнать, чем запомнится Краснодару эта неделя. Больше сотни краснодарцев остались без зарплаты. Это работники станкостроительного завода «Седин». Предприятие не выплачивает деньги своим сотрудникам уже больше года. Завод задолжал рабочим почти 26 миллионов рублей. За помощью горожане обратились к губернатору края Вениамина Кондратьева. Они попросили помочь разобраться в ситуации. С октября 2014 года у нас на предприятии имеется задержка по заработной плате. Решение проблемы постоянно оттягивалось. Директорам прошлым постоянно говорил потерпите, подождите и так далее. В феврале уже назрело. Мы пошли к директору головной компании Соболю Игорь Аркадьевич. Он попросил не выносить ссоры из СБ, обещал вопросы все решить и так далее. Но мы согласились, естественно. Но шло время и вопросы не решались. По мнению рабочих, причина такого положения предприятия в неэффективном управлении. Политика директора направлена на развал крупного станкостроительного завода, считают его сотрудники. Вениамин Кондратьев выслушал каждого, а после высказал свою точку зрения. Они не могут остаться один на один с этим МАУ-СЕДИН или там как-то еще называется. Готовьте коррекционное совещание прям внепланное. Даже может по этому вопросу. Потому что у нас сегодня есть СЕДИН, а завтра будет еще их целая куча. И не дай бог, конечно. Власть здесь должна быть безразличной к своим жителям. Здесь не они должны быть оппонентами и просителями. По итогам встречи глава региона поручил своим заместителям разобраться в ситуации и найти пути решения. Уже на этой неделе пройдут переговоры с директором завода. Тем временем на Кубани все большую популярность набирают виртуальные обращения к главе региона. Несколько кликов в сети вместо ожиданий под чиновничьими кабинетами гораздо удобнее. И о своих проблемах люди стали чаще писать в интернете губернатору. Вениамин Кондратьев в четверг провел первый прием граждан, обратившихся к нему через социальные сети. Как он прошел, подробнее в материале моих коллег. Пару кликов в интернете и вопрос мгновенно попадает в базу данных обращений. Отличная альтернатива хождения по чиновничьим кабинетам. Десятки электронных писем со всего региона приходят каждый день. Но находить решения проблем, озвученных в виртуальном пространстве, пока все же приходится в реальной жизни. Вениамин Кондратьев сегодня провел первый прием граждан, обратившихся через социальные сети. Здравствуйте. Так, Галина Михайловна. Здравствуйте. Здравствуйте. Пишут не только из крупных городов. Небольшие поселки и станицы тоже пошли через мировую паутину к главе региона. Галина Логвинова из станицы Варениковской написала Вениамину Кондратьеву о неразберихе с земельными участками. Фермер, у которого 50 коров, никак не может оформить в аренду землю. Как мне объясняют, что нету кадастра, его надо поставить. Мы не имеем права. Полномочия забрали. Край перепутал, поставил на кадастр. Потом перепутал, снял с кадастра. В итоге, не земли, а мне надо сеть. В режиме онлайн губернатор дает поручение главе Крымского района разобраться в ситуации, а не загонять в тупик тех, кто занимается сельским хозяйством. Наша с вами обязанность ее поддержать. Вот поверьте, возьмите ситуацию на личный контроль. И тем более, вот человек, который четко понимает не просто свой личный карман, но и социальную необходимость в том, чтобы мы должны сегодня на Куба иметь собственное молоко. Вот они должны быть у нас приоритет. Это я об этом говорил, говорю и буду говорить. И тем более делать, чтобы наши слова не расходились с делом. На встрече с губернатором люди просят не только решения собственных проблем. В лице Валентины Папандопула к главе региона обращаются все жители поселка Синой. Недалеко от него разворачивается стройка века, моста через Керченский пролив. Ради такого, говорят люди, они готовы переждать временные неудобства. Единственная проблема, которая в прямом смысле под боком, грузовики, оккупировавшие почти все обочины поселка. Вот эти все машины работают ночью, а днем все эти машины становятся в поселке, на обочинах, возле школы, возле там жилых домов. Дети переходят дорогу, чтобы перейти ребенку, он там не видит, машина загораживает видимость. Ну и все жители очень возмущаются этому. Неужели нельзя найти стоянку им, чтобы они вот ставили эти машины? Можно найти решение при желании. Сергей Григорьевич, вот на самом деле, почему нельзя сделать отдельный парк, куда бы эти большегрузные машины приезжали днем? В стоянке дверь есть, одна на 30 машин и вторая. Одна, как въезд в Сеную, мы подготовили. В пятницу к концу дня будут стоять знаки «Остановка запрещена». И мы эту проблему решим именно законом и порядком. Напротив школы и напротив протяжения краевой дороги, я думаю, что в субботе этой проблемы уже не будет. Решение затянувшихся проблем на месте. Именно это заставляет обращаться напрямую к губернатору, не скрывают пришедшие на прием люди. Хотя сам Вениамин Кондратьев уверен, многие вопросы должны и, самое главное, могут решаться на местах. Люди не обязаны искать последнюю инстанцию. Например, как жительница Краснодара Виктория Мазурова. Женщина признается, устала бороться с незаконными пристройками к первому этажу многоквартирного дома. Даже несмотря на решение суда о сносе, непонятные конструкции продолжают портить внешний вид города. На самом деле и дом не должен терять архитектурный облик. И придомовая территория не должна превращаться в территорию, которая обслуживает вот эти самые магазины. Ваше мнение по этому вопросу? Передо мной сейчас есть документы, которые исходят от нашего контрольного управления. И здесь есть действительно нарушения, с которыми мы сегодня занимаемся. У вас же есть принципиальный подход. Вы по центральным улицам Краснодара убрали все эти ларьки, и вы правильно сделали. Они стали чище, лучше. Но вот эти улицы, которые, можно сказать, периферийные, это тоже улицы нашего Краснодара. Также принципиально зачистить от этих всех не лучшего вида павильонов. Это же просто какой-то шифер стоит или какой-то профиль обнесенный. И его даже ларьком не назовешь. Мэр Краснодара пообещал, что лично встретится с Викторией Мазуровой, чтобы досконально разобраться в ситуации. Если честно, я была даже удивлена, что так быстро среагируют на мое письмо, которое я отправила и в соцсетях, и так написала. На перегрузке Красной и Северной ограничат автомобильное движение. В понедельник здесь начнут прокладывать газовую трубу для нового жилого комплекса на Красной. Изменения, которые вступят в силу в ближайший понедельник, комментирует заместитель начальника управления по организации дорожного движения Владимир Архипов. На подходе к улице Красной по Северной со стороны Красноармейской движение будет организовано с двух крайних полос только направо на улицу Красную и с двух полос прямо в существующие две полосы, собственно говоря, которые останутся внутри перекрестка. Будут установлены соответствующие дорожные знаки, установлены оградительные конструкции. После производства работ все это будет демонтировано и восстановлено в существующей организации дорожного движения. Таким образом, автомобилистам, которым нужно проехать прямо по Северной от Красноармейской в сторону Рашпилевской, у пересечения с Красной нужно заранее перестроиться в левый ряд. Так как потоки машин с двух правых будут направлены направо на Красную. Неудобства для автомобилистов на этом участке должны закончиться к 20 ноября. К этому времени компания-подрядчик обязуется закончить трубопровод. А с 12 ноября на пять дней ограничат движение по Головатого, перекроют полосу на четной стороне вдоль зеленой зоны на Красной. Это должно обеспечить безопасное движение транспорта на время работ газовиков. Уходящая неделя в Краснодаре началась с трагического инцидента. В ночь на понедельник нетрезвый водитель за рулем чужой машины сбил троих пешеходов. Трагедия произошла на Рашпилевской между улицами Карасунской и Гоголя. Пострадавшие девушки переходили проезжую часть в неположенном месте. 23-летняя девушка погибла на месте. Ее подруг в тяжелом состоянии увезла скорая помощь. За жизнь пострадавших до сих пор борются медики. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Однако далеко уехать ему не удалось. Молодой человек был задержан на пересечении улиц Гимназической и Коммунаров. Где он совершил второе ДТП и не справившись с управлением врезался в припаркованный автомобиль марки «Форд». Со слов задержанного выяснилось, что он заблаговременно до инцидента употреблял алкогольные напитки. Примерно он употребил, с его слов, полтора литра пива и порядка 200 грамм коньяка. Также предварительно установлено, что молодые люди в этот вечер отдыхали в различных ночных клубах. И именно данная трагедия произошла в тот момент, когда они решили посетить другое увеселительное ночное заведение. Итак, попытка скрыться не удалась. И тогда подозреваемый набрал номер полиции. Уже позже, отвечая на вопрос, почему он не оказал первую помощь пострадавшим, он ответил, что испугался. Вместе с мужчиной в машине был его двоюродный брат. Ему и принадлежит автомобиль. В момент аварии он спал на пассажирском сидении. По словам задержанного, родственник даже не подозревал, что стал невольным участником происшествия. Также задержанный признался, что не впервые садится пьяным за руль. И что в ту роковую ночь разогнал машину Парашпилевской до 100 км в час. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Если вина его будет доказана, то ему грозит до 7 лет лишения свободы. По предварительным данным, свою вину он признал и раскаялся. Суд избрал ему меру пресечения два месяца под арестом. Как правило, даже уголовная ответственность не останавливает пьяных водителей. По данным полиции, с 1 июля, когда вступил в силу новый закон на нетрезвых рецидивистов, за рулем в Краснодаре заведено уже более полусотни уголовных дел. На аппаратном совещании в мэрии глава города потребовал от краснодарских полицейских наказывать лихачей по всей строгости закона. То, что касается всех других вопросов, и морально, психологически, и особенно требований, которые должны быть на дорогах города предъявлены ко всем, кто выезжает на транспорте, это вопрос номер один. Я не отделяю муниципалитет от этого дела, но здесь нам вместе необходимо срочнейшим образом выработать самые жесткие меры. Обсудили на совещании и показатели социально-экономического развития, которое накануне озвучил Росстат. Впервые за несколько лет в городе не снизился уровень безработицы. В первом полугодии в службу занятости обратилось в полтора раза больше горожан, чем за аналогичный период 2014-го. Еще одна тревожная цифра, только уже связанная с животноводством – сокращение поголовья коров. Вместо ожидаемых 6,5 тысяч стада крупнорогатого скота сейчас не добирает три сотни особей. В управлении сельского хозяйства объясняют, что на статистику повлиял филиал Васюринского мясокомбината. У предприятия трудности с финансированием. Чтобы выйти из положения, там проводят выбраковку стада и реализуют говядину. Зато в учхозе Краснодарская, напротив, куренки подняли планку. В этом году там планируют выйти на рекордные для города 10 тонн молока на одну корову. Глава города призвал сотрудников профильных управлений департаментов в непростое для экономики время держать руку на пульсе. Если есть какие-то изменения статистики, показания на краевом уровне, на муниципальном уровне, это все дела рукотворные. И поэтому не надо ждать окончания года, а нужно сейчас заниматься с тем, чтобы отрегулировать эти вопросы. Я считаю, что у нас в принципе есть все возможности, чтобы экономика работала нормально. И сельское хозяйство, и промышленность, и транспорт, и связь, и так далее. И сегодня же на совещании о состоянии дела читались представители управления по связям с общественностью. С начала года только письменных обращений в мэрию поступило свыше 29 тысяч. Это почти на треть больше прошлогодних показателей. Наиболее актуальные для горожан проблемы – жилищно-коммунальное хозяйство, очереди в детские сады, земельные вопросы и благоустройство территории. Ни одно обращение не должно остаться без ответа, подчеркнул Владимир Явланов. Люди должны знать, что их проблему услышали, и она будет решена. Чтобы все основные проблемы, которые людей волнуют, о провалах на дорогах, о состоянии коммуникации, о бомброзии и всего-всего, мы это все систематизировали через обращения граждан. Это сотни, тысячи таких обращений. И все они должны быть на контроле. Часть из них, большая еще сегодня, не реализована, но она находится на контроле. Если это обращение было, значит мы так или иначе примем меры к тому, чтобы эти вопросы решить. С начала года на личном приеме у главы города, а такие встречи проходят ежемесячно по предварительной записи, побывали 122 краснодарца. Примерно треть вопросов, заявленных в обращениях, уже решена положительно. Волонтеры предложили мэрии свои внедорожники. В четверг глава Краснодара провел рабочее совещание с участием активистов движения «Волонтеры на колесах». Автомобилисты познакомились с Владимиром Явлановым на форуме общественных инициатив и выразили желание сотрудничать с городскими властями в решении социальных проблем. Владельцы внедорожников уже успели проявить себя. Во время подтопления в Туапсинском районе населенные пункты, пострадавшие от паводка, недоставляли питьевую воду и гуманитарную помощь. А в Краснодаре помогали одиноким пенсионерам справиться с последствиями ледяного дождя. Все машины укомплектованы на случай чрезвычайных ситуаций. Есть, к примеру, и радиостанции, и бензопилы, рассказали мэру-автовладельцы. Встреча прошла в транспортно-навигационном центре. Руководство управления, отвечающих за транспорт и социальные вопросы, Владимир Явланов поручил продумать варианты сотрудничества с такими полезными людьми. Они уже имеют достаточно большое количество жителей города, привлеченных в общественность. Стремление заниматься творчеством своей общественной работы, ее развитием. Главная цель здесь – помощь людям, тем, которые в ней нуждаются. Ну и наша главная задача – административное управление городом. И опять же, желание дойти до каждого человека, который требует помощи, которому она нужна, эта помощь. Вот, скоординировать эту работу совместную. Речь прежде всего о сотрудничестве в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Недорожники могут понадобиться, например, для доставки продуктов или оповещения жителей. Сотрудники управления по соцвопросам часто сталкиваются с проблемой перевозки маломобильных граждан. Помощь добровольцев в этих случаях городу тоже пригодится. В свою очередь, волонтеры предложили создать совет автомобилистов на общественных началах при главе города. Такая структура могла бы стать посредником между городской властью и сообществом краснодарских водителей. Последние несколько лет краевой центр, перенасыщенный автомобилями, внедряет выделенные полосы для общественного транспорта и продвигает платные парковки. Естественно, эти меры вызывают неоднозначный отклик среди водителей. И сотрудничество с лидерами автомобильного движения поможет решать возникающие проблемы и устранять их. С краснодарских застройщиков будут строго спрашивать за качество возведенных ими жилых метров. Недобросовестные компании затягивают сроки сдачи домов, а потом новоселы по несколько лет ждут, когда в их квартирах устранят недоделки. Так, например, произошло с жилым комплексом «Валентина» в Прикубанском округе. Там выявили дефекты кровли многоэтажек, ливневой канализации, переходных балконов и автономной котельной, допущенные еще при строительстве. А благоустройство территории оказалось скромнее, чем предусмотрено в договоре. При этом, не отвлекаясь на устранение недоделок, застройщик не стеснялся рядом возводить новые этажи. С жалобой на обидчика инициативная группа жильцов обратилась в администрацию города. В настоящее время исправление допущенных нарушений контролируют городские службы. В октябре наладили отопление и подключили горячую воду. Сейчас в Краснодаре 35 проблемных домов. На городском совещании во вторник Явланов назвал их полуфабрикатами и запретил принимать такие объекты в эксплуатацию до полного устранения всех недоделок. Надо повысить требовательность и ответственность к застройщикам территории по выполнению их обязательств. Тем более в условиях сегодняшнего кризиса и когда недостает средств для достройки объектов. Держать на контроле буквально до того времени, когда все вопросы не будут решены. И не давать им возможность вводить новые полуфабрикаты. Это касается буквально всех. Контролирующие службы городской администрации должны строже следить за технологическим процессом при строительстве, отметил мэр. А застройщики строить качественно и соблюдать установленные сроки, чтобы покупатели въезжали в комфортное жилье. Далее короткая реклама. Не переключайтесь. Во второй части выпуска обсудим следующие темы. Праздничный экватор недели. День народного единства Краснодар отметил массовыми гуляниями. Сегодня вспоминаем, как это было. Краснодар заступил на военном морскую службу. Командиру одноименной субмарины вручили андреевский флаг. Большая спевка на театральной площади. Краснодар стал вторым в караоке-марафоне среди семи городов. До победы не хватило 900 голосов. Рисоводы Кубани планомерно приближаются к заветному миллиону тонн белого золота. Рекордную планку край взял лишь однажды. В 1980 году собрали 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Правда, площадь посевов тогда составила 220 тысяч гектаров. Это почти в два раза больше, чем засевают теперь. Зато средняя урожайность по краю, полученная в этом году рисоводами, в рекордном 80-м, была подвигом единичных хозяйств. В этом году урожай составил 945 тысяч тонн. Это на 15 тонн лучше, чем в 2014-м. А ближе всего к заветному миллиону мы были в 2012-м. Тогда урожайность в отдельных хозяйствах достигала 110 сантиметров с гектара. Дружников села с достижениями поздравил на этой неделе губернатор. Кабашная каша, яблоки фаршированные, орехи с рисом, сладкую кашу рисовую, кучья, салаты с семги с рисом. Очень вкусный. Еще, наверное, причистить невозможно. Все их, их так очень много. Рецептов из риса у кубанских хозяек соберется на большую поваренную книгу. Вкусные запахи доносятся из каждого куреня. Но король всех рисовых блюд сегодня, конечно же, плов. Готовят его здесь на огне под веселые казачьи песни. И с удовольствием раскрывают главные секреты. Самое главное не мешать. Если его постоянно перемешивать, плов, тогда он будет как каша. А если он ровненько и томится медленно, значит, будет замечательный. Одними из первых дегустируют плов виновники праздника. Механизаторы, трактористы, рисоводы, поливальщики, агрономы. За столом передовики отрасли поздравляют друг друга с окончанием уборки риса. Этих специалистов точно не обмануть, из какой крупы приготовлен этот плов. Я всем всегда говорю, самый лучший рис – это кубанский рис. Поэтому лучше кубанского риса на свете вообще не существует. А это кубанский рис? Да, это кубанский рис. По вкусу мы сразу отличим кубанский от импортного. К этому рису, к этой каше привыкли наши хозяйки, наши жены, матери, бабушки, привыкли с него делать вкусный рассыпчатый плов. Нового урожая риса хватит, чтобы накормить почти всю страну, и не только пловом. На Кубани новый рекорд. До заветного миллиона не хватило совсем немного. В этом году в закромах края 945 тысяч тонн зерна подводит итоги жатвы Вениамин Кондратьев. За высокий урожай губернаторы – председатель законодательного собрания края, благодаря каждого рисовода в отдельности. Окончание упорочной страды 2015 года, вы прекрасно без меня понимаете, это маленькая передышка в череде осенних сельхозработ. На земле труд очень тяжелый. На земле слабые не остаются. Но земля сполна воздает тем, кто вкладывает в нее свой труд, свою душу, свое сердце, кто поливает ее своим потом. И сегодняшний, нынешний урожай, ваш урожай – тому подтверждение. Вот так же, плечом к плечу, не прогибаясь перед соблазнами жизни, а не сплошь и рядом, перед ее тяготами, вместе дойдем до нашего миллиона тонн кубанского риса. Рисоводы сегодня работают на перспективу. Они делают все для того, чтобы вот эти очень высокие урожаи, это высокие валовые сборы, чтобы они стали стабильными. Передовиков жатвы губернатор поздравлял не только со сцены. Кондратьев зашел в Куреня и пообщался с победителями. Больше всего риса в этом году собрал Калининский район. Здесь получили больше 73 центнеров с гектара. Второе место занял Красноармейский, а замыкая тройку лидеров Славинский район. Мы вам все расскажем, как живем, покажем. Радуйтесь с нами, вы успехом нашли. К другим темам. В четверг подводная лодка «Тезка Кубанская столица» официально приступила к несению службы в военно-морском флоте. Символическое посвящение прошло на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Командиру личного состава субмарины вручили Андреевский флаг. На церемонии присутствовали и представители Краснодарской мэрии, которые изначально взяли шефство над дизельно-электрической подлодкой. Во главе делегации руководитель западного округа Дмитрий Лагвиненко. Он поздравил военных, которые будут служить на субмарине. Также Лагвиненко поблагодарил верфи за честь, которую оказали кубанские столицы. Дело в том, что это уже четвертая подлодка нового поколения. Все их называют в честь городов воинской славы. Новороссийск, Ростов-на-Дону, Старый Оскол. Несмотря на то, что наш город такого статуса не имеет, подводному судну все равно решили присвоить имя кубанской столицы. Эта лодка будет рекомендована 4-й бригаде военно-мороссийского флота. Будет дислоцироваться в городе Новороссийске, непосредственно на Черноморском побережье. И у меня как жителя города, как непосредственно новошефа, так переполняла, конечно же, гос. За все происходящее. За то, что я являлся соучастником из этого огромного, как я считаю, события. Краснодар – дизельно-электрическая субмарина нового поколения. В отличие от атомных аналогов, способна вести бой не только под водой, но и поражать надводные цели. Подлодка оснащена ударным ракетным комплексом «Калибр» с шестью торпедными установками. При этом она практически бесшумная и быстрая. Глубина ее погружения – до трех сотен метров. В автономном режиме субмарина может находиться до 45 суток. Но главное – в подлодках такого типа способность видеть противника. На расстоянии в 3-4 раза большим, чем то, с которого их самих могут обнаружить вражеские радары. За свою особую скрытность в НАТО новую военную разработку окрестили «черной дырой». Подлодка хоть и заступила на службу, но пока в тестовом режиме. Если испытания пройдут успешно, в 2017 году она станет полноценным защитником морских рубежей. Более 7,5 миллиардов рублей налоговых сборов поступило в городскую казну с начала текущего года. Несмотря на то, что месяц назад истек крайний срок выплат, представителям ведомства удалось собрать 1 миллиард за прошедшие 30 дней. Однако тех, кто по-прежнему не закрыл свой долг, в Краснодаре немало. Налоговики продолжают активную борьбу со злостными неплательщиками. Сначала им посылают почтовые уведомления. Если 15 дней реакции не последуют, то налоговики передают дела судебным приставам. И вместе с ними наведываются к должникам домой, чтобы арестовать их имущество. Потерял работу вначале. Копилось, копилось. Но сейчас в течение 10 дней постараюсь оплатить все. Машину терять не хочу, хорошее. Так что стараюсь все сделать. Займу, если что. После ареста имущества, к примеру, автомобиля, должнику дают еще один шанс в виде 10 дней на погашение долга. В течение этого времени машина может находиться у владельца, но ездить на ней он не имеет права. А вот если спустя и эти 10 дней задолженность остается непогашенной, арестованное имущество конфискуют. В преддверии профессионального праздника сотрудников МВД по всей стране вспоминают тех, кто погиб при исполнении служебного долга. 8 ноября, как День памяти, был утвержден министром внутренних дел 4 года назад. Сейчас в Краснодаре проживают 67 полицейских, отдавших свою жизнь в борьбе с преступностью. Каждые оказывают посильную помощь и поддержку и в полицейском главке, и в администрации города. В пятницу Владимир Явланов встретился со вдовами и родителями погибших силовиков. Он поблагодарил родственников, присутствующих, за стойкость и воспитание достойной смены. Ваши семьи пережили горе, и сегодня переживаете это горе, и забыть это невозможно. Но вы сами выстояли, вы сегодня воспитываете своих детей. Именно такими людьми, какими были их отцы, их братья, их деды. И, безусловно, скажем, это горе семейное не закрывает того, что и сегодня их потомки, их дети, также хотят служить людям. Очень многие, и знаю это на конкретных примерах, которые продолжают дело своих отцов. Также вдов и родителей поздравили с наступающим профессиональным праздником. Владимир Явланов, заместитель председателя городской думы Татьяна Гелуненко и начальник городского управления МВД Дмитрий Остапенко вручили им цветы и ценные подарки. Пассажиры ополчились на водителей маршруток. За 9 месяцев в городской департамент транспорта поступило 330 жалоб на водительскую бестактность. Эту тему и проблемы перевозок в целом обсудили за круглым столом в последний рабочий день. Победить хамство маршрутчиков совместно пытались представители транспортного департамента, общественных организаций и компаний-переводчиков. Последние порекомендовали обращаться напрямую к ним. Только при этом необходимо записать фамилию водителя Грубияна, дату и время. Если личность рулевого неизвестна, нужно зафиксировать номер микроавтобуса и маршрута. Это позволит как можно скорее найти нарушителя транспортного устава и наказать по всей строгости. Пока по жалобам уволили 20 человек, которые по-хамски вели себя с пожилыми людьми и инвалидами. Активисты попросили перевозчиков в каждом микроавтобусе повесить объявления с телефонами и адресами своих организаций, чтобы каждый мог обратиться к ним в случае конфликта. У них также и дети есть в семьях, и родители такого же пожилого возраста. И поэтому они не должны об этом забывать. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы и пассажиры тоже вели себя более корректно по отношению к водителям. Когда будет это взаимопонимание между водителем и пассажиром, я думаю, будет все хорошо. Также на сегодняшней встрече активистам объяснили, на каких маршрутах действует проездной билет. В городских микроавтобусах от первого до сотого номера по льготному вкладышу поездки бесплатны. В пригородных маршрутах под номерами от 100 до 200 ветераны и инвалиды оплачивают половину стоимости проезда, но только если предоставят специальные талоны. Их отдают водителям вместе с оплатой. Получить такие талоны можно в окружной соцзащите. Если номер автобуса или микроавтобуса больше цифры 200, это междугородний маршрут. Льготы здесь не действуют. В среду Кубань массово отметила День народного единства. В Сочи крестным ходом, в детской митингом, в Анапе студенческими интерактивными площадками, а в Абширонской фото-выставкой. В Краснодаре же тысячи горожан, пришедших на праздничный концерт, вместила Пушкинская площадь. В народных гуляниях участвовала Кристина Носова. Пушкинская площадь стала местом протяжения всего города. До начала праздничной программы еще час, а здесь уже не протолкнутся. День народного единства краснодарцы решили отметить действительно сплоченно, весело и единодушно. Солнечная погода, свежий воздух и выпавший посреди трудовой недели выходной. Все это дополняет атмосферу праздника и поднимает настроение собравшимся. Днем народного единства! На Пушкинской площади царит настоящая атмосфера единства. Празднуют все. Представители ветеранских и молодежных общественных организаций, политических партий, руководители благотворительных фондов и представители администрации. Официальную часть начали с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в небе над Египтом. Эта трагедия всплотила всех жителей нашей страны. Традиционно и в горе, и в радости россияне остаются сплоченными. Исторические события это не раз подтверждали. Все наши победы были в едином порыве, в едином духе. Какая бы ни была, какие бы нации ни приходили на Россию, на Русь, какие бы войны ни были, мы преодолевали, побеждали в единстве. В единстве всех народов. Вы пришли с маленьким ребенком, который тоже приобщает к этому празднику. Этот праздник нас объединяет, нам какой-то силы дает, стимул дает в жизни все. Мы приветствуем этот праздник. Я понимаю, что все люди собираются и отмечают день единства в своей стране, что они все один за одного и все вместе за одно добро. Это будет объединение, это настроение, чтобы хорошо вживаться. Настоящим подарком гостям праздника стало выступление звезд российской эстрады, групп Лои и приключений электроников. Рок-музыканты вживую исполнили всеми любимые хиты советской эпохи. Все пройдет, земля в иллюминаторе, прекрасная, далеко, подпевали и взрослые дети. Некоторым посчастливилось даже спеть вместе с музыкантами любимые хиты. Ну а те, кого не уместила сцена, взявшись за руки, стали водить хороводы. Вокальные и гитарные партии в завершении праздника сменили громкие хлопки. Вечернее небо над Краснодаром озарили сотни огней разноцветного фейерверка. Словно символизируя суть праздника, они превратились в единые узоры. Кристина Носова, Евгений Валитов, Александр Ивановсков и Светлана Светличная. Телекомпания «Краснодар». Единым поющим фронтом краснодарцы выступили на театральной площади. Сотни горожан приняли участие в караоке-марафоне и снялись в клипе. Те, кому повезет, увидят себя в финале киноленты о любовных приключениях провинциального гаишника Васютина. Промо-акция о киноленте «Самый лучший день» стала битвой хоров для семи городов России. О том, как в четверг Краснодар принимал вызов Наталья Ястребова. Он обещал приехать на премьеру фильма и спеть со зрительным залом самого поющего города. Поэтому за микрофоны взялись Нижний Новгород, Новосибирск, Волгоград, Челябинск, Тюмень и Казань. Финальный аккорд караоке-марафона прозвучал в Краснодаре. Люди всех возрастов и разных профессий собирались на ступеньках театра драмы, чтобы встретить самый лучший день для вокального подвига. В первых рядах, понятно, сотрудники кинотеатров. Конечно, мы очень надеемся, что Дмитрий Нагиев приедет именно в наш кинотеатр. Поэтому мы пришли поддержать это мероприятие. Если песни будет, которые мне нравятся, спою. Я петь люблю. Пока ехали сюда в машине, пели. И до этого несколько дней тренировали. Главный репертуар дня волонтерам доверили не сразу. Многие из собравшихся на театральной площади у микрофона в первый раз. Впрочем, актерам караоке-фильма тоже пришлось пройти испытания жанром. Все герои истории про гаишника Васютина, которого пытается женить заботливая мама, поют, что называется, и в горе, и в радости. Сюжетную линию режиссер позаимствовал у Островского из пьесы «Женитьба Бальзаминова». Роль главного героя сыграл Дмитрий Нагиев. Самый лучший день, спокотил вчера. Ночью ехать лень, гроб был до утра. Но пришла пора, и собрался в луку. Пока на ступеньках распеваются, несколько десятков волонтеров считают вокалистов из народа. Для этого на руку ставят специальную печать. И очень важно сейчас не пропустить ни одного голоса. Потому что по итогам песенного соревнования лидирует Казань, где спелись больше двух с половиной тысяч человек. Краснодарцы с удовольствием спели несколько дублей. И если бы судьей на песенном ринге был сам Григорий Лепс, победа обязательно бы досталась Краевому центру, уверены исполнители. Мы бы однозначно выиграли. Во-первых, потому что он сам из Краснодарского края. Ну а во-вторых, мы правда лучшие, но самый музыкальный край, самый музыкальный город, я считаю. А ведущие дуэт пародистов из Перми после турне по северным городам России имя южного города и вовсе произносили с придыханием. «Краснодар! Здесь сегодня самая крутая яркая солнечная погода. Из всех восьми городов, в которых мы были, всегда был дождь, пасмурно, потому что уже началась осень. А у вас все еще солнце, и мы как будто приехали в лето, потому что у нас в Перми уже сугробы по колено, и минус 10». Несмотря на то, что и солнце было за нас, и позитив зашкаливал, остался Краснодар без Нагиева. Чтобы обойти Казань, нам не хватило 886 человек. На театральной площади зафиксировали 1857 поющих. Все они надеются теперь увидеть себя в финальном клипе. А кое-кто уверен, что по-любому попал в кадр. Наталья Ястребова, Андрей Вискушенко и Диана Кабалотти, телекомпания «Краснодар». Ритмы жизни в Краснодаре задавали барабаны. В краевом центре отгремел фестиваль ударных инструментов. В нем участвовали 4 музыкальных коллектива и больше сотни горожан. Чтобы все желающие побарабанили от души, организаторы подготовили достаточное количество пластиковых бутылок и жестяных баков. Впрочем, стучали даже по деревянному помосту. У моего коллеги, который видел шоу, просто не осталось слов. Давайте посмотрим. Диана Кабалотти, телекомпания «Краснодар» Вы сейчас посмотрите, что за моей спиной делается. У всех такие же эмоции. То есть выразить себя, что ли, как-то, выдачу энергию, которая есть. Это высказывание и высказывание всех, которые могут прийти. Потому что сейчас нельзя высказываться именно словами или чем-то. Но ты можешь высказываться за счет музыки и звуков. Это же жизнь. Звук — это жизнь. Надо больше позволять себе по-хорошему дебоширить. Ну, то есть, уметь и отрываться. Уметь. Уметь отрываться. Потому что люди зачастую просто сидят и думают, «Так, где же шоу? Я должен увидеть шоу». «Нет, ты шоу». То есть надо смотреть в себя, чтобы давать жару самому и участвовать. Ну и одна из самых главных уже фабул таких фестивалей. То есть мы убеждаемся уже второй раз, что людям надо больше слушать другого, чтобы не было хаоса сильного. И это как бы такая очень философская вещь получается. То есть надо слушать другого, чтобы попадать в ритм вообще и жизни, и всего. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова